Всех приветствую, с вами Джок, сегодня у нас снова реплей по Red Alert, но на этот раз у нас снова нестандартное сражение, как же у нас много снова. И давайте сразу познакомим вас с первой командой, это игрок Фэнзи, он играет за Желтую Империю, и как бы на этом первая команда, как бы все, заканчивается, и мы переходим сразу ко второй. Это голубой игрок Mukala.ua, Играч из Альянс, зеленый совет Jost89Simon, и оранжевый совет Devourer23, вот, вот такие у нас сегодня игроки. В общем, вообще есть здесь, в каждой фракции будет интересно посмотреть, что придумает на этот раз Желтый игрок, любящий играть нестандартные, нестандартные противостояния, не в равных условиях, по крайней мере внутриигровых. Здесь, конечно, он красиво пытался развести дробовики, но дробь не обманешь. Как говорил Хэйви, никогда не видел никого умнее пули, но пули на самом деле дурой, попадают в кого хочешь и в кого не хочешь, но то, что дробь не быстрее пули, это точно. Пока голубой игрок развлекается с Желтым, остальные двое отдыхают, расслабляются постепенно. Мечники, конечно, жестко пытаются здесь, но убивать, и они убивают на самом деле. Отбивается чисто за счет воинов Императора. У них, видимо, такой большой долг перед Императором, что они готовы служить ему посмертно и вечно, видимо. И даже здесь воины Императора, здесь еще одна казарма есть, и он уже сам начинает наступать и доставать своих соперников. Причем довольно-таки успешно, опять мечи достали все, ой. Пошла резня, ну и здесь тоже самое, здесь, конечно, тоже отбивается игрок. Как же он обожает казарму, просто посмотрите, раз, два, три, четыре, пять казарм! Так, раз, два, тут было вот два, тут было три, четыре, и вот пять, пять казарм построил! Будет больше казарм? Нет, будет больше добычи, но это тоже хорошо. Это тоже шикарно на самом деле. Здесь, конечно, пехота постепенно стреляет и расстраивает игрока, а здесь продолжается экшен на самом деле, серьезный экшен. И даже отсюда, с этой казармы, идет постоянное пополнение воинов, Который уже начинает наносить серьезный дамаг, между прочим, и по постройкам тоже. Это, казалось бы, и даже Мстители сбиваются, смотрите! Мстители сбиваются прямо на суше. Жестись, жестись, желтый игрок. Тут челики с мечом, но я не знаю, для чего они стоят, даже казарма не работает, и по ней видно. Здесь параллельно ведется перестрелка с казармой, из которой, видимо, казарма выйдет проигравший. Но здесь есть прозывники, но они расстреливают в упор, но этого, как бы, недостаточно. Авиация сбивается прямо на земле, вопрос, посмотрите на это чудо. Появляется зеленая точка, ой, зеленая точка, огневая точка от зеленого. Появляется серп, и они, в общем-то, здесь шухер наводят. Зеленый игрок сейвит, сейвит, как может, как пытается. И даже здесь вот огневую точку он тоже поставил. Зеленый игрок шарит, шарит за игру. Казарма все еще здесь есть, и здесь есть танкбастеры. Казалось бы, ты подсервил игрока, но нет, продолжается эта атака. Голубой игрок страдает очень жестко. Между прочим, у него нет обыча, у него нет денег. У него нет денег, понимаете, денег нету. Единственный вариант это вот перехватить нефтяную вышку. Кстати, сам желтый игрок получает очень большое количество нефтяных вышек, а, видимо, оранжевый игрок смотрел мои гайды. Как играть в Скат Раш. Или смотрел на я видеоролик Скатское отношение, я не знаю, что-то из этого он точно посмотрел. Потому что скаты, видимо, рулят. Причем очень серьезно, он раздает просто леща, прям, бзык, отвали, бзык, отвалил прям, мощно, мощно. Показывает себя скат. Добыча в итоге вообще была продана к чертям собачьим. Для чего они... Ага, для собак. Угу. Угу. Подумаешь, инженеры. Инженер это рудимент, да. Ну да. Сворачивает здесь удочку. Глубой игрок. Ну и он, конечно, формально еще живой. И он даже может восстановить себе экономику. То есть фулл все восстановить. Но есть определенные сомнения касательно него. И строятся имба-юниты. Все мы знаем, что Тенгу имба. И не контрится вообще ничем. И они уже летают, знаете, готовятся. Готовятся пожинать плоды. Плоды, например, вот это. Очень вкусный советский комбайн. Правда, он заперся. Внутри себя самого. Но ничего. Они эту оборону рано или поздно вскроют. Но надеюсь быстрее, чем эта огневая точка. Вскроет им жопы. Хотя даже если она и вскроет, то они суициднутся у оба дэта погодитель. Будет ли стреляться? Опа, сразу экшен по нескольким направлениям. Здесь добычу снимает уже зеленый совет. Здесь серпы нападают оранжевого. Здесь снова убивает экономику желтый игрок. Но уже с помощью одного Тенгу. Здесь экономика была съедена. Турель огневая точка тоже была съедена. МСЦ сворачивает удочки и уезжает. Здесь попутно ведется перестрелка. А Ленианс помогает своими спецскилами. Но желтый все равно отбивается. Отбивается, да. Красавчик. Тут, конечно, зонд к своим браткам. Ходит, шарит, бегает. Видимо, собирается оказать им поддержку. Что сделает голубой игрок? Голубой игрок все правильно сделал. Он перехватил нефтяную вышку. И, скорее всего, он этих собак построил. Для того, чтобы они безопасно этого инженера провели. Это единственная причина, которую я могу найти. Тут Тенгу с серпами принимают бой. И показывают куську, мать. Ой, как серьезно не дамажит этого серпа. И он тоже будет съеден. Казалось бы, у серпа на один пулемет больше. Но нет, нет. В таком противопостоянии против щита не попрешь. Протосы подтвердят. Щит это мощная тема. Особенно очень хорошо можно разменивать хпшку. Но еще лучше разменивать юнитов на хпшку. Щита. Это прям очень выгодно. Супер выгодное предложение. И постепенно, на самом деле. Кстати, у каждого игрока по нефтедобывающей базе есть. Вот, все. И желтый скорием времени его может лишиться. Если не предпримет какие-то действия. Но он предпринимает какие-то действия. Это действия не по спасению своей экономики. А по уничтожению экономики вражеской. Появляются боевые вертолеты. То есть идет в авиацию. На самом деле, этот состав армии такой, вы знаете, очень мобильный, я бы сказал. Хочешь наземная армия, а хочешь воздушная. Опа, убегают, убегают, убегают. Взрывать-то не хотят поблизости, да? Опа, щиты включили. Опа, не получилось. Ой. А они выжили. Неплохо. Здесь снова все разрушается. Огневая точка была уничтожена. Боевой вертолет, молодец. Справился со своей боевой задачей. Но оранжевый все еще наращивает мощь, на самом деле. Да и зеленый его прикрывает. Зеленый сейчас вообще кайфом. С кайфом находится. Он строит почему-то такое количество серпов. Видимо, он хочет воплотить в жизнь высказывания серповым по яйцам. Иначе я не знаю, для чего ему нужно. Он, видимо, серпами в экономику хочет залететь. Показать, каково это, когда тебя дудусят с помощью противопехотной легкой техники. Мы посмотрим, но я не знаю. Кстати, империя выходит в море. Странно, что она выходит в море именно здесь. То есть не здесь выходит, а именно там. Хотя ему стоило бы здесь, чтобы защитить это. Или, например, выбить эту базу, кстати. Голубой игрок вообще ушел в анабиоз. Он сидит в анабиозе, он балдеет. Ну как балдеет, он, скорее всего, расстроился. И все, что он может, это сидеть и ждать, когда у него накупится денежка на то, чтобы построить себе добычу. Вроде как игра более-менее затихла, но оранжевый суету навести ему охота, видимо, какую-то. Он ее наводит. Тут куча пулеметов сразу атакует. Кстати, вроде как толпа на толпу серпы реально больше урона наносит. Ой-ой, как залетает. Ой, как хорошо под Голиафы залетают. Тенгу. Забыл название на секунду. Еще пару вертолетов. Но один, как минимум, точно приземлился неправильно. Или ему помогли, кстати, что возможно. Танки почему-то в упор игнорируют врага. В упор игнорируют врага. Им куда важнее вверх здесь убить, которое практически бесполезно именно в плане производства. Хотя, с другой стороны. Может быть, она не такая уж и бесполезная. Там можно установить, получается, как стационарное орудие. Но как хорошо разбирать эти боевые вертолеты землю. Жесточайше. Конечно, здесь не без помощи тенгу, которые взрывались в армию соперника. Но вертолеты тут явно мейн-дамагер были. Иначе я не могу сказать. И снова полетает Голиафы. Его снова начинают подметать воздух. Очень жестко приземляют. Но нет. Приземляются на этот раз уже сами. И их приземлять не надо. Голиафы, в принципе, этим были довольны. И сидят, кайфуют. А зеленый игрок, видимо, реально что-то интересное продумывает. Потому что такое количество серпов это прям мощно. Это мощно. Это интересно, по крайней мере. Голубой игрок. Наконец-то, наконец-то он получил добычу. Он ждал этого 4. Нет, 5000 лет. И строит вторую добычу. У него уже 2 добычи. Нормальная экономика. Товарищи. А, какие товарищи? Это же Альянс. Действительно. Опа, лопаются щиты. Кстати, редко вижу, когда они сами лопают. Хотя, казалось бы. Посмотрим, что придумают эти серпы. Кто они придумают? Я знаю, что вот эти вертолеты могут придумать, как разворотить все, что здесь находится. Что могут сделать серпы с этим? Появляются танкбастеры. Наверное, это бесплатные танкбастеры. Хотя казарма... Казарма есть? Казарма есть, да. Это может быть и платные танкбастеры. Тут, опа, разрушена нефтяная вышка. Добычи здесь не будет. Вы больше не богатые. Говорят нефтяной вышке эти тангу. И прощаются с ней. На этом. Голубой Альянс здесь терпит. К сожалению, ему приходится всю игру включать режим терпилы. И посмотрите, какое большое количество серпов. Разве это не сказка? Как же красиво они будут сейчас разваливаться от этих танк цунами. Учитывая, что у них еще и взрыв пакеты есть. Просто посмотрите, какое большое количество трат денег впустую. И мне кажется, серпы что-то поняли. Сделали выводы и ушли на базу. А в те времена голубой игрок не может больше терпеть этого. Потому что его базу разрушают. Причем, видимо, окончательно. Желтому игроку очень сильно не нравится голубой игрок. Не знаю, чем он ему насолил. Но, видимо, чем-то очень страшным. Тут приезжает с подкреплением зеленый игрок. Но подкрепление было убито, уничтожено, разворочено полностью. Нефтяной вышки, видимо, лишится все, кроме зеленого игрока. Да, уничтожена нефтяная вышка. И что? Ведется перестрелка уже советских танков. Уже сторона оранжевого. Оранжевый уже оказывает поддержку зеленому и голубому. И на самом деле это неплохо. Он каким-то образом через жопу подхиливается. Я не знаю, каким образом. Но как будто бы есть ощущение, что они проигрывают этим танкам. Да, они как-то... Фокусится ли направленно он голиафы? Для чего, для чего? А мы знаем, для чего он фокусит голиафы. То есть, казалось бы, он разменял танки цунами. Не очень выгодно, потому что эти танки живы. Но, но... Там в силу вступят другие войска воздушные. ВВС империи, если такие у них имеются. Но у зеленого за пазухой есть секретные вещи. Попытался было восстановить МСЦ, но не получится. Не получится. Здесь голубому все. Он натерпелся. Он настрадался и покидает нашу суперигру. Боевые вертолеты? Нет, не стали наставить. Не стали наставить. Теперь все, что может голубой, это... Сдаться, я думаю, да? Чтобы все его ресурсы достались кому-то из советов. Опа, здесь был застрелен зон подрывник. Сразу по этому поводу получили медаль. Неплохо, неплохо. Какая интересная музыка. Туру, туру, туру. Редко ее слышу. Я вообще редко сам слушаюсь в этой игре, но... Оранжевый возвращает на базу свои молоты, да. Пока что ничего в игре особенного не происходит. Хотя, выбивание экономики, это вроде довольно особенное. Кстати, сколько здесь звездочных мужиков? Один прямо из дома из окна вылез. Посмотрите на это, он прямо из окна стреляет. Вы видите это? Точняк, вот он из окна стрелял. Он прямо стоял и из окна вылез головой. Капец. Это... Это странно. Реально странно. Магнитная буря не работает? Почему? А почему? Она же должна всасывать. Так, знатоки. Знатоки этой игры. Welcome to комментарии. И напишите обязательно, что за цыганские фокусы здесь происходят. Кстати говоря, если вы тоже хотите скинуть такой вот реплей, вот тоже, где будут выжигаться советские комбайны, вплотную подвигать истребителей танков, вот, то welcome to... Описание под ролик, там есть ссылочки в дискорд-канал, это что... Не стесняйтесь, заходите, там всем рады. Как же, как же бреет он этих голиафов жестко. Зеленый игрок вообще как будто бы в АФК находится. Как же они расстреливают, как же они жестят. Реально что-то жестят. И разрушена уже была последняя, последняя нефтяная добыча. Зеленый игрок как будто сам уже не активе находится. Оранжевый как будто единственный сейчас, кто реально играет. Вот такое ощущение есть, знаете. Что-то будет зеленый делать или нет? У него добычи нет. У него ресурсов нет. А МСЦ у него тоже нет. И МСЦ... Кажется, у МСЦ у него тоже нет. А, натуря, а он ничего не сделает. Все, да, он сдается. Джосс Саймон сдается, у него МСЦ нет. Все, оранжевый остался один на один с этим зверем. С желтым, который продолжает здесь... Асимметричный матч играть. Вот и челленджи, и челленджи еще здесь всякие показывать. Как будто бы... Ну, еще есть, конечно, у оранжевого шанс, но... Или нет? Пехоты здесь много, да, очень много. Ну, я думаю, здесь как будто мало шансов. Да, эта пехота может и похоронить. И похоронить игрока на самом деле. А, ну и авиация здесь, конечно, конечно, авиация. Как без авиации-то. Здесь все было разрушено. На самом деле. Ну, кроме пехотинцев, ну зачем они ему? Вообще, сдались. Чтобы делать имперец. Перец, имперец. Зачищает здание. Ну, это плохо, это, конечно, классика. Это то, что делать надо. Зачистка зданий с помощью танкбастера. Танкбастер вообще мощный юнит, на самом деле. За свои деньги. Вот только так. Здание, технику, все выжигает очень неплохо. Здесь есть, правда, Тесла-кола, который будет поодиночке выщелкивать. Здесь есть, кстати, и пусковой комплекс ФАУ. Опа, и токсичные ванны организовываются. Прям то, что надо. Вот то, что надо против истребителей танков. Все это организовывается оранжевым игроком. Играет он довольно-таки правильно. Но лишается также МСЦ. Кидается дробью, дробью, дробью по нему кидается. Очень больно, очень страдают пехота. По идее, все правильно делают. Но здесь авиация. Которую я вам не показывал. Но она здесь все защищает. А здесь и технологические здания покинули чат. И завод покинул чат. Но здесь больше нечего делать, реально. Да, все. О, вы видели, как Эйзер взорвалась и забрала с собой кучу боевых вертолетов. Под конец прям. Очень мощно, очень мощно. Ну, желтый игрок довольно-таки жестил, да. Со старта куча казарм. Построить это, конечно, мощно. Это мощь. Которая не снилась. Мне. Играли 18 минут, 35 секунд. Видимо, все игроки до конца ее прождали. Не знаю. Можете. И, кажется, на этом все, да. Про Дискорд я уже напомнил. Можете лайкнуть, дизлайкнуть это видео, если вам понравилось или не понравилось. И, пожалуй, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok